Свой знаменитый рассказ «Старуха и Зергиль» Максим Горький написал в 1894 году. В него вошли две замечательные легенды – легенда Алария и легенда Аданка. Тема свободного человека – главная тема всего произведения, но в легенде Аданка она рассматривается в неожиданном ракурсе. Для писателя понятие «свобода» связано с понятием «правда» и «подвиг». Горького интересует не свобода от чего-либо, а свобода во имя. Горький использует жанр литературной легенды, потому что он как нельзя лучше подходил для его замысла, кратко, взволнованно, ярко воспеть все лучшее, что может быть в человеке. Более всего писатель негодовал против эгоизма, корыстолюбия, самолюбования и гордыни. В своем любимом романтическом герое Аданка он подчеркивает, прежде всего, человеколюбие, доброту, желание пожертвовать собой ради счастья своего народа. Приятного прослушивания! Я слышал эти рассказы под Экерманом в Бессарабии на морском берегу. Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия молдаван, с которой я работал, ушла на берег моря, а я и старуха и зергиль остались под густой тенью виноградных лоз и, лежа на земле, молчали, глядя, как тают в голубой мгле ночи силуэты тех людей, что пошли к морю. Они шли, пели и смеялись. Мужчины бронзовые, с пышными, черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах. Женщины и девушки веселые, гибкие, с темно-синими глазами, тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и черные, были распущены. Ветер теплый и легкий, играя ими, звякал монетами, вплетенными в них. Ветер тек широкой, ровной волной, но иногда он точно прыгал через что-то невидимое и, рождая сильный порыв, развивал волосы женщин в фантастические гривы, вздымающиеся вокруг их голов. Это делало женщин странными и сказочными. Они уходили все дальше от нас, а ночи фантазия одевали их все прекраснее. Кто-то играл на скрипке. Девушка пела мягким контральто. Слышался смех. Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испарениями земли. Незадолго до вечера обильно смоченной дождем. Еще и теперь по небу бродили обрывки туч, пышные, странных очертаний и красок. Тут мягкие, как клубы дыма, сизые и пепельно-голубые. Там резкие, как обломки скал, матово-черные или коричневые. Между ними ласково блестели темно-голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звезд. Все это, звуки и запахи, тучи и люди, было странно красиво и грустно, казалось началом чудной сказки. И все как бы остановилось в своем росте, умирало. Шум голосов газ, удаляясь, перерождался в печальные вздохи. «Что ты не пошел с ними?» – кивнув головой, спросила старуха и зергиль. Время согнуло ее пополам. Черные когда-то глаза были тусклы и слезились. Ее сухой голос звучал странно. Он хрустел, точно старуха говорила костями. «Не хочу», – ответил я ей. «У-у-у, стариками родитесь вы, русские, мрачные все, как демоны. Боятся тебя наши девушки, а ведь ты молодой и сильный». Луна взошла. Ее диск был велик, кроваво красен. Она оказалась вышедшей из недр этой степи, которая на своем веку так много поглотила человеческого мяса и выпила крови, отчего, наверное, и стала такой жирной и щедрой. На нас упали кружевные тени от листвы. Я и старуха покрылись ими, как сетью. По степи влево от нас поплыли тени облаков, пропитанные голубым сиянием луны. Они стали прозрачнее и светлее. «Смотри, вон идет Лара». Я смотрел, куда старуха указывала своей дрожащей рукой с кривыми пальцами и видел, там плыли тени. Их было много, и одна из них, темнее и гуще, чем другие, плыла быстрее и ниже сестер. Она падала от клочка облака, которое плыло ближе к земле, чем другие, и скорее, чем они. «Никого там нет», — сказал я. «Ты слеп больше меня, старухи. Смотри, вон, темный, бежит степью». Я посмотрел еще и снова не видел ничего, кроме тени. «Это тень. Почему ты зовешь ее Лара?» «Потому что это он. Он уже стал теперь как тень. Пора». «Он живет тысячи лет. Солнце высушило его тело, кровь и кости, и ветер распылил их. Вот что может сделать Бог с человеком за гордость». «Расскажи мне, как это было?» — попросил я старуху, чувствуя впереди одну из славных сказок, сложенных в степях. И она рассказала мне эту сказку. Многие тысячи лет прошли с той поры, когда случилось это. «Далеко за морем на восход солнца есть страна большой реки. В той стране каждый древесный лист и стебель травы дает столько тени, сколько нужно человеку, чтобы укрыться в ней от солнца, жестоко жаркого там». Вот какая щедрая земля в той стране. Там жило могучее племя людей. Они пасли стада и на охоту за зверями тратили свою силу и мужество. Пировали после охоты, пели песни и играли с девушками. Однажды, во время пира, одну из них, черноволосую и нежную, как ночь, унес орел, спустившись с неба. Стрелы, пущенные в него мужчинами, упали жалкие обратно на землю. Тогда пошли искать девушку, но не нашли ее. И забыли о ней, как забывают обо всем на земле. Старуха вздохнула и замолчала. Ее скрипучий голос звучал так, как будто это роптали все забытые века, воплотившись в ее груди тенями воспоминаний. Море тихо вторило в начало одной из древних легенд, которые, может быть, создались на его берегах. Но через двадцать лет она сама пришла, измученная, иссохшая. А с нею был юноша, красивый и сильный. Как сама она двадцать лет назад. И когда ее спросили, где была она, она рассказала, что орел унес ее в горы и жил с ней там, как с женой. Вот его сын. А отца нет уже. Когда он стал слабеть, то поднялся в последний раз высоко в небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда, на острые уступы горы. Насмерть разбился о них. Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что он ничем не лучше их, только глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. И разговаривали с ним. А он отвечал, если хотел. Или молчал. А когда пришли старейшие племени, он говорил с ними, как с равными себе. Это оскорбило их. И они, назвав его неоперенной стрелой, с неотточенным наконечником, сказали ему, что их чтут, им повинуются тысячи таких, как он, и тысячи вдвое старше его. А он, смело глядя на них, отвечал, что таких, как он, нет больше. И если все чтут их, он не хочет делать этого. О, тогда уж совсем рассердились они. Рассердились и сказали. Ему нет места среди нас. Пусть идет, куда хочет. Он засмеялся и пошел, куда захотелось ему. К одной красивой девушке, которая пристально смотрела на него. Пошел к ней и, подойдя, обнял ее. А она была дочь одного из старшин, осудивших его. И хотя он был красив, она оттолкнула его, потому что боялась отца. Она оттолкнула его, да и пошла прочь, а он ударил ее. И когда она упала, встал ногой на ее грудь, так, что из ее уст кровь брызнула к небу. Девушка, вздохнув, извелась змеей и умерла. Всех, кто видел это, атаковал страх. Впервые при них так убивали женщину. И долго все молчали, глядя на нее, лежавшую с открытыми глазами и окровавленным ртом. И на него, который стоял один против всех, рядом с ней, и был горд. Не опустил своей головы, как бы вызывая на нее кару. Потом, когда одумались, то схватили его, связали и так оставили, находя, что убить сейчас же слишком просто и не удовлетворит их. Ночь росла и крепла, наполняясь странными тихими звуками. В степи печально посвистывали суслики. В листве винограда дрожал стеклянный стрекот кузнечиков. Листва вздыхала и шепталась. Полный диск луны, раньше кроваво-красный, бледнел, удаляясь от земли. Бледнел и все обильнее лил на степь голубоватую мглу. И вот они собрались, чтобы придумать казнь, достойную преступления. Хотели разорвать его лошадьми, и это казалось мало им. Думали пустить в него всем постреле, но отвергли и это. Предлагали сжечь его, но дым костра не позволил бы видеть его мучений. Предлагали много и не находили ничего настолько хорошего, чтобы понравилось всем. А его мать стояла перед ними на коленях и молчала, не находя ни слез, ни слов, чтобы умолять о пощаде. Долго говорили они. И вот один мудрец сказал, подумав долго. Спросим его, почему он сделал это. Спросили его об этом. Он сказал, развяжите меня. Я не буду говорить связанный. А когда развязали его, он спросил, что вам нужно? Спросил так, точно они были рабы. Ты слышал, сказал мудрец. Зачем я буду объяснять вам мои поступки? Чтоб быть понятным нами. Ты, гордый, слушай, все равно ты умрешь ведь. Дай же нам понять то, что ты сделал. Мы останемся жить и нам полезно знать больше, чем мы знаем. Хорошо, я скажу. Хотя я, может быть, сам, наверное, понимаю то, что случилось. Я убил ее, потому что мне кажется, что меня оттолкнула она, а мне было нужно ее. Но она не твоя, сказали ему. Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый человек имеет только речь, руки и ноги, а владеет он животными, женщинами, землей и многим еще. Ему сказали на это, что за все, что человек берет, он платит собой, своим умом и силой, иногда жизнью, а он отвечал, что он хочет сохранить себя целым. Долго говорили с ним и, наконец, увидели, что он считает себя первым на земле и кроме себя не видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя. У него не было ни племени, ни матери, ни скота, ни жены, и он не хотел ничего этого. Когда люди увидали это, они снова принялись судить о том, как наказать его. Но теперь недолго они говорили, тот мудрый, не мешавший им судить, заговорил сам. Стойте, наказание есть. Это страшное наказание, вы не выдумаете такого в тысячу лет. Наказание ему в нем самом. Пустите его, пусть он будет свободен, вот его наказание. И тут произошло великое. Грянул гром с небес, хотя на них не было туч. Это силы небесные подтверждали речь мудрого. Все поклонились и разошлись. А этот юноша, который теперь получил имя Ларра, что значит отверженный, выкинутый волн. Юноша громко смеялся вслед людям, которые бросили его. Смеялся, оставаясь один, свободный, как отец его. Но отец его не был человеком, а этот был человек. Вот он стал жить, вольный, как птица. Он приходил в племя и похищал скот, девушек, все, что хотел. В него стреляли, но стрелы не могли пронзить его тело, закрытого невидимым покровом высшей кары. Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу. Только издали видели его. И долго он, одинокий, так вился около людей. Долго, не один десяток годов. Но вот однажды он подошел близко к людям и когда они бросились на него, не тронулся с места и ничем не показал, что будет защищаться. Тогда один из людей догадался и крикнул громко «Не троньте его, он хочет умереть!» И все остановились, не желая облегчить участь того, кто делал им зло, не желая убивать его. Остановились и смеялись над ним. А он дрожал, слыша этот смех и все искал чего-то на своей груди, хватаясь за нее руками. И вдруг он бросился на людей, подняв камень, но они, уклоняясь от его ударов, не нанесли ему ни одного. И когда он, утомленный, с тоскливым криком упал на землю, то отошли в сторону и наблюдали за ним. Вот он встал и, подняв потерянный кем-то в борьбе с ним нож, ударил им себя в грудь, но сломался нож, точно в камень ударили им. И снова он упал на землю и долго бился головой об нее, но земля отстранялась от него, углубляясь от ударов его головы. «Он не может умереть», с радостью сказали люди и ушли, оставив его. Он лежал кверху лицом и видел высоко в небе черными точками плавали могучие орлы. В его глазах было столько тоски, что можно было бы отравить ей всех людей мира. Так с той поры остался он один, свободный, ожидая смерти. И вот он ходит, ходит повсюду. Видишь, он стал уже как тень, и таким будет вечно. Он не понимает ни речи людей, ни их поступков, ничего. И все ищет, ходит, ходит. Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему, и нет ему места среди людей. Вот как был поражен человек за гордость. Старуха вздохнула, замолчала, ее голова, опустившись на грудь, несколько раз странно качнулась. Я посмотрел на нее, старуху одолевал сон, показалось мне, и стало почему-то страшно жалко ее. Конец рассказа она вела таким возвышенным, угрожающим тоном, а все-таки в этом тоне звучала боязливая рабская нота. на берегу запели, странно запели. Сначала раздался контр-альто, он пропел две-три ноты, и раздался другой голос, начавший песню сначала, а первый все лился впереди его. Третий, четвертый, пятый вступили в песню в том же порядке, и вдруг ту же песню опять-таки сначала запел хор мужских голосов. Каждый голос женщин звучал совершенно отдельно, все они казались разноцветными ручьями, и точно скатываясь откуда-то сверху, по уступам, прыгая и звеня, вливаясь в густую волну мужских голосов, плавно лившуюся кверху, тонули в ней, вырывались из нее, заглушали ее, и снова один за другим взвивались, чистые и сильные, высоко вверх. Шума волн не слышно было за голосами. «Слышал ли ты, чтоб где-нибудь еще так пели?» спросила Изергиль, поднимая голову и улыбаясь беззубым ртом. «Не слыхал, никогда не слыхал, и не услышишь, мы любим петь, только красавцы могут хорошо петь, красавцы, которые любят жить, мы любим жить. Смотри-ка, разве не устали за день те, которые поют там? С восхода по закат работали, взошла луна, и уже поют. Те, которые не умеют жить, легли бы спать, те, которым жизнь милы, поют. На здоровье начал было я. Здоровья всегда хватит на жизнь. Здоровье. Разве ты, имея деньги, не тратил бы их? Здоровье тоже золото. Знаешь ты, что я делала, когда была молодой? Я ткала ковры с восхода по закат, не вставая почти. Я, как солнечный луч, живая была, и вот должна была сидеть неподвижно, точно камень, и сидела до того, что бывало все кости у меня трещат. А как придет ночь, я бежала к тому, кого любила, целоваться с ним. И так я бегала три месяца, пока была любовь. И вот до какой поры дожила, хватило крови. А сколько любила, сколько поцелуев, взяла и дала. Я посмотрел ей в лицо. Ее черные глаза были все-таки тусклы. Их не оживило воспоминание. Луна освещала ее сухие, потрескавшиеся губы, заостренный подбородок с седыми волосами на нем и сморченный нос, загнутый, словно клюв совы. На месте щек были черные ямы, и в одной из них лежала прядь сильно-седых волос, выбившихся из-под красной тряпки, которую была обмотана ее голова. Кожа на лице, шеи и руках вся изрезана морщинами, и при каждом движении старый зергиль можно было ждать, что сухая эта кожа разорвется вся, развалится кусками, и предо мной встанет голый скелет с тусклыми черными глазами. Она снова начала рассказывать своим хрустящим голосом. Я жила с матерью под Фальчи, на самом берегу Барлада, и мне было 15 лет, когда он явился к нашему хутору. Был он такой высокий, гибкий, черноусый, веселый. Сидит в лодке, и так звонко кричит он нам в окна. Эй, нет ли у вас вина, и поесть мне. Я посмотрела в окно, сквозь ветви ясеня и вижу, река вся голубая от луны, а он в белой рубахе и в широком кушаке с распущенными на боку концами, стоит одной ногой в лодке, а другой на берегу, и покачивается, и что-то поет. Увидал меня, говорит, вот какая красавица живет тут. А я и не знал про это. Точно он уж знал всех красавиц до меня. Я дала ему вина и вареной свинины, а через четыре дня дала уже и всю себя. Мы все катались с ним в лодке по ночам. Он приедет и посвистит тихо, как суслик, а я выпрогну, как рыба в окно на реку, и едем. Он был рыбаком с прута. И потом, когда мать узнала про все и побила меня, уговаривал все меня уйти с ним в Добруджу и дальше в Дунайские гирла. Но мне уже не нравился он тогда. Только поест, да целуется, ничего больше. Скучно это уже. В то время Гуцул с шайкой ходили по тем местам, и у них были любезные тут. Так вот тем весело было. Иная ждет, ждет своего карпатского молодца, думает, что он уже в тюрьме или убит где-нибудь в драке, и вдруг он один, а то с двумя-тремя товарищами, как с неба, упадет к ней. Подарки подносил богатые, легко доставалось все им. И пирует у нее, и хвалится ей перед своими товарищами. А ей любы это. Я и попросила одну подругу, у которой был Гуцул, показать мне их. Как ее звали? Забыла как. Все стало забывать теперь. Много времени прошло с той поры, все забудешь. Она меня познакомила с молодцем. Был хорош, рыжий был, весь рыжий, и усы, и кудри, огненная голова. И был он такой печальный, иногда ласковый, а иногда как зверь, ревел и дрался. Раз ударил меня в лицо, а я как кошка, вскочила ему на грудь, да и впилась зубами в щеку. С той поры у него на щеке стала ямка, и он любил, когда я целовал ее. А рыбак куда заделся, спросил я. Рыбак? А он тут, он пристал к ним, гуцулом. Сначала все уговаривал меня и грозил бросить в воду, а потом ничего, пристал к ним и другую завел. Их обоих и повесили вместе, и рыбака, и этого гуцула. Я ходил смотреть, как их вешали. В добру же это было. Рыбак шел на казнь бледный и плакал, а гуцул трубку курил. Идет себе и курит, руки в карманах, один ус на плече лежит, а другой на грудь свесился. Увидал меня, вынул трубку и кричит «Прощай!» Я целый год ждала его. Эх, это уж тогда с ними было, как они хотели уйти в Карпаты к себе. На прощание пошли к одному румыну в гости, там их и поймали. Два их только, а нескольких убили, а остальные ушли. Все таки румыну заплатили после. Хутор сожгли и мельницу, и хлеб весь. Нищим стал. Это ты сделала? На удачу спросил я. Много был друзей Гуцулов, не одна а я. Кто был их лучшим другом, тот исправил им поминки. Песня на берегу моря уже умолкла, и старухе вторил теперь только шум морских волн. Задумчивый мятежный шум был славный второй рассказу о мятежной жизни. Все мягче становилась ночь, и все больше разрождалось в ней голубого сияния луны, а неопределенные звуки хлопотливой жизни ее невидимых обитателей становились тише, заглушаемые возраставшим шорохом волн, ибо усиливался ветер. А то еще турка любила я, в гареме у него была, в скутаре, целую неделю жила, ничего, но скучно стало. Все женщины, женщины, восемь был их у него, целый день едят, спят и болтают глупые речи, или ругаются, квохчут как курицы. Он был уже немолодой, этот турок, седой почти и такой важный, богатый. Говорил как владыка, глаза были черные, прямые глаза, смотрят прямо в душу, очень он любил молиться. Я его в букурежте увидала, ходит по рынку как царь, и смотрит так важно, важно. Я ему улыбнулась, в тот же вечер меня схватили на улице и привезли к нему. Он сандал и пальму продавал, а в букурежте приехал купить что-то. Едешь ко мне, говорит, о да, поеду, хорошо, и я поехала. Богатый он был, этот турок, и сын у него уже был, черенький мальчик, гибкий такой, ему лет шестнадцать было. С ним я и убежала от турка, убежала в Болгарию, в Лом-Паланку. Там меня одна болгарка ножом ударила в грудь за жениха или за мужа своего, уже не помню. Хворала я долго в монастыре одном, женский монастырь. Ухаживала за мной одна девушка, полька, и к ней из монастыря другого, около Арцар-Паланки, помню, ходил брат, тоже монашек, такой, как червяк, все извивался предо мной. И когда я выздоровела, то ушла с ним, в Польшу его. Погоди, а где маленький турок? Мальчик? Он умер, мальчик, от тоски по дому или от любви. Но стал сохнуть он, так как неокрепшее деревце, которому слишком много перепало солнца. Так и сох все. Помню, лежит весь уже прозрачный и голубоватый, как льдинка, а все еще в нем горит любовь. И все просит наклониться и поцеловать его. Я любила его и, помню, много целовала. Потом уж он совсем стал плох, не двигался почти. Лежит и так жалобно, как нищий милостыни просит меня лечь с ним рядом и греть его. Я ложилась. Ляжешь с ним, он сразу загорится весь. Однажды я проснулась, а он уже холодный, мертвый. Я плакала над ним. Кто скажет, может, ведь это я и убила его. Вдвое старше его я была тогда уж. И была такая сильная, сочная. А он что же? Мальчик. Она вздохнула, и первый раз я видел это у нее. Перекрестилась трижды, шепча что-то сухими губами. Ну, отправилась ты в Польшу, подсказал я ей. Да, с тем маленьким полячком. Он был смешной и подлый. Когда ему нужна была женщина, он ластился ко мне котом, и с его языка горячий мед тек. А когда он меня не хотел, то щелкал меня словами, как кнутом. Раз как-то мы шли по берегу реки, и вот он сказал мне гордое, обидное слово. О, я рассердилась, я закипела, как смогла. Я взяла его на руки и как ребенка, он был маленький, подняла вверх, сдавив ему бока так, что он посинел весь. И вот я размахнулась и бросила его с берега в реку. Он кричал, смешно так кричал. Я смотрел на него сверху, а он барахтался там в воде. Я ушла тогда и больше не встречалась с ним. Я была счастлива на это. Никогда не встречалась после с теми, которых я когда-то любила. Это нехорошие встречи. Все равно как бы с покойниками. Старуха замолчала, вздыхая. Я представлял себе воскрешаемых ею людей. Вот огненно-рыжий, усатый гуцул идет умирать, спокойно покуривая трубку. У него, наверное, были холодные голубые глаза, которые на все смотрели сосредоточенно и твердо. Вот рядом с ним черноусый рыбак спрута. Плачет, не желая умирать. И на его лице, бледном от предсмертной тоски, потускнели веселые глаза и усы, смоченные слезами, печально обвисли по углам искривленного рта. Вот он, старый, важный турок, наверное, фаталист и деспот, и рядом с ним его сын, бледный и хрупкий цветок востока, отравленный поцелуями. А вот тщеславный поляк, галантный и жестокий, красноречивый и холодный. И все они только бледные тени, а та, которую они целовали, сидит рядом со мной живая, но иссушенная временем, без тела, без крови, с сердцем без желаний, с глазами без огня, тоже почти тень. Она продолжала. В Польше стало трудно мне, там живут холодные и лживые люди. Я не знал их змеиного языка, все шипят. Что шипят? Это Бог дал им такой зминый язык за то, что они лживы. Шла я тогда не зная куда и видела, как они собирались бунтовать с вами русскими. Дошла до города Бог ней. Жит один купил меня, не для себя купил, а чтобы торговать мною. Я согласилась на это, чтобы жить надо уметь что-нибудь делать. Я ничего не умела и за это платила собой. Но я подумала тогда, что ведь если я достану немного денег, чтобы воротиться к себе на барлат, я порву цепи, как бы они крепки не были. И жила я там. Ходили ко мне богатые паны и пировали у меня. Это им дорого стоило. Дрались из-за меня они, разорялись. Один добивался меня долго. И раз вот что сделал. Пришел, а слуга за ним идет с мешком. Вот пан взял в руки тот мешок и опрокинул его над моей головой. Золотые монеты стукали меня по голове. И мне весело было слушать их звон, когда они падали на пол. Но я все-таки выгнал пана. У него было такое толстое сырое лицо и живот как большая подушка. Он смотрел как сытая свинья. Да, выгнал я его, хотя он и говорил, что продал все земли свои и дома, и коней, чтобы осыпать меня золотом. Я тогда любила одного достойного пана с изрубленным лицом. Все лицо у него изрублено крест накрест с саблями турок, с которыми он незадолго перед тем воевал за греков. Вот человек. Что ему греки если он поляк? А он пошел, бился с ними против их врагов. Изрубили его, у него вытек один глаз от ударов, и два пальца на левой руке были тоже отрублены. Что ему греки, если он поляк? А вот что, он любил подвиги. А когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам, и те, которые не находят их для себя, те просто лентяи или трусы, или не понимают жизни, потому что, как бы люди понимали жизнь, каждый захотел бы оставить после себя свою тень в ней, и тогда жизнь не пожирала бы людей бесследно. О, этот рубленый был хороший человек, он готов был идти на край света, чтобы делать что-нибудь. Наверное, ваши убили его во время бунта. А зачем вы ходили бить мадьяр? Ну-ну, молчи, и приказывая мне молчать, старый зергиль вдруг замолчала сама, задумалась. Знала также я и венгра одного, он однажды ушел от меня, зимой это было, и только весной, когда ставил снег, нашли его в поле с простреленной головой, вот как. Видишь, не меньше чумы губит любовь людей, коли посчитать, не меньше. Что я говорила? О Польше. Да, там я сыграл свою последнюю игру, встретил одного шляхтича, вот был красив, как черт. Я же стара уже была, эх, стара. Было ли мне четыре десятка лет? Пожалуй, что и было. А он был еще и горд и избалован нами, женщинами. Дорого он мне стал, да. Он хотел сразу к себе взять меня, но я не далась. Я не была никогда рабой ничьей. А лжедом я уже кончила, много денег дала ему и уже в кракове жила. Тогда у меня все было, и лошади, и золото, и слуги. Он ходил ко мне, гордый демон, и все хотел, чтобы я сама кинулась ему в руки. Мы поспорили с ним. Я даже помню дурнелы от этого. Долго это спрашивал меня, но только взял, как уже бросил. Тогда поняла я, что стала стара. Эх, это мне было не сладко, вот уж не сладко. Я ведь любила его, этого черта. А он, встречаясь со мной, смеялся. Подлый он был, и другим он смеялся надо мной, а я это знала. Ну, уж горько было мне, скажу. Но он был тут, близко, и я все-таки любовалась им. А как вот ушел он биться с вами, русскими, тошно стало мне. Ломала я себя, но не могла сломать, и решила поехать за ним. Он около Варшавы был, в лесу. Но когда я приехала, то узнала, что уж побили их ваши, и что он в плену недалеко в деревне. Значит, подумала я, не увижу уж больше его, а видеть хотелось, но стала стараться увидать. Нищая оделась, хромой, и пошла, завязав лицом, в ту деревню, где был он. Везде казаки и солдаты, дорого мне стоило быть там. Узнала я, где поляки сидят, и вижу, что трудно попасть туда, а нужно мне это было. И вот ночью поползла я к тому месту, где они были. Ползу по огороду между гряд и вижу, часовой стоит на моей дороге, а уж слышно мне, поют поляки и говорят громко, поют песню одну к матери бога, и тот там ее тоже поет, аркадок мой. Мне горько стало, как подумал я, что раньше за мной ползали, а вот оно, пришло время, и я за человеком поползла змеей по земле, и может на смерть свою ползу, а этот часовой уже слушает, выгнулся вперед, ну что же мне, встала я с земли и пошла на него, ни ножа у меня нет, ничего кроме рук да языка, жалею, что не взяла ножа, шепчу, погоди, а он солдат этот, уже приставил горло мне штык, я говорю ему шепотом, не кали, погоди, послушай, коль у тебя душа есть, не могу ничего тебе дать, а прошу тебя, он опустил ружье, и также шепотом говорит мне, пошла прочь баба, пошла, чего тебе, я сказала ему, что сын у меня тут заперт, ты понимаешь солдат, сын, ты ведь тоже чей нибудь сын, смотри на меня, у меня есть такой же, как ты, и вон где, дай мне посмотреть на него, может он умрет скоро, и может тебя завтра убьют, будет плакать твоя мать о тебе, и ведь тяжко будет тебе умереть, не взглянув на нее, твою мать, и моему сыну тяжко же, пожалей же себя и его, и меня мать, ох, как долго говорил я дождь и мочил нас, ветер выл и ревел, и толкал меня то в спину, то в грудь, я стояла и качалась перед этим каменным солдатом, а он все говорил нет, и каждый раз, как я слышала его холодное слово, еще жарче во мне вспыхивало желание видеть того, Аркадека, я говорила и мерила глазами солдата, он был маленький, сухой и все упала на землю перед ним, охватив его колени, все упрашивая его горячими словами, свалила солдата на землю, он упал в грязь, тогда я быстро повернула его лицом к земле и придавила его голову в лужу, чтобы он не кричал, он не кричал, а только все барахтался, стараясь сбросить меня со своей спины, я же обеими руками втискивала его голову глубже в грязь, он и задохнулся, тогда я бросилась к амбару, где пели поляки, Аркадек, шептала я в щели стен, они догадливы эти поляки, и услыхав меня, не перестали петь, вот его глаза против моих, можешь ты выйти отсюда, да, через пол, сказал он, ну иди же, и вот четверо их вылезло из-под этого амбара, трое и Аркадек мой, где часовые, спросил Аркадек, вон лежит, и они пошли тихо-тихо, согнувшись к земле, дождь шел, ветер был громко, мы ушли из деревни и долго молча шли лесом, быстро так шли, Аркадек держал меня за руку, его рука была горяча и дрожала, о, мне так хорошо было с ним, пока он молчал, последние это были минуты, хорошие минуты моей жадной жизни, но вот мы вышли на лух и остановились, они благодарили меня все четверо, ох, как они долго и много говорили мне что-то, я все слушала и смотрела на своего пана, что же он сделает мне, и вот он обнял меня и сказал так важно, не помню, что он сказал, но так выходило, что теперь он в благодарность за то, что я увела его, будет любить меня, и стал он на колени предо мной, улыбаясь, и сказал мне, моя королева, вот какая лживая собака была это, ну тогда я дала ему пинка ногой и ударила бы его в лицо, да он отшатнулся и вскочил, грозный и бледный стоит он предо мной, стоят и те трое, хмурые все, все молчат, я посмотрел на них, мне тогда стало, помню, только скучно очень, и такая лень напала на меня, я сказала им, идите, они псы, спросили меня, ты воротишься туда, указать наш путь, вот какие подлые, но все-таки ушли они, тогда и я пошла, а на другой день взяли меня ваши, но скоро отпустили, тогда увидел я, что пора мне завести гнездо, будет жить кукушкой, уж тяжела стала я, и ослабели крылья, и перья потускнели, пора, пора, тогда я уехала в Галицию, а оттуда в Добруджу, и вот уже около трех десятков лет живу здесь, был у меня муж, молдаванин, умер с год тому времени, и живу я вот, одна живу, нет, не одна, а он с теми, старуха махнула рукой к морю, там все было тихо, иногда рождался какой-то краткий обманчивый звук, и умирал тот час же, любят они меня, много я рассказываю им разного, им это надо, молодые все, и мне хорошо с ними, смотрю и думаю, вот и я было время, такая же была, только тогда, в мое время, больше было в человеке силы и огня, и от того жилось веселее и легче, да, она замолчала, мне грустно было рядом с ней, она же дремала, качая головой, и тихо шептала что-то, может быть молилась, с моря поднималась туча, черная, тяжелая, суровых очертаний, похожая на горный хребет, она ползла в степь, с ее вершины срывались клочья облаков, неслись вперед ее и гасили звезды одну за другой, море шумело, недалеко от нас в лозах винограда целовались, шептали и вздыхали, глубоко в степи выла собака, воздух раздражал нервы странным запахом, щекотавшим ноздри, от облаков падали на землю густые стаи теней и ползли по ней, ползли, исчезали, являлись снова, на месте луны осталось только мутное опаловое пятно, иногда его совсем закрывал сизый клочок облака, и в степной доли теперь уже черной и страшной, как бы притаившейся, скрывшей в себе что-то, вспыхивали маленькие голубые огоньки, то там, то тут они на миг являлись и гасли, точно несколько людей, рассыпавшихся по степи далеко друг от друга, искали в ней что-то, зажигая спички, которые ветер тотчас же гасил. Это были очень странные голубые языки огня, намекавшие на что-то сказочное. «Видишь ты искры?» спросила меня и Зергиль. «Вон те голубые?» указывая ей на степь, сказал я. «Голубые?» «Да, это они». «Значит, летают все-таки». «Ну-ну». «Я уже вон не вижу их больше. Не могу я теперь многого видеть». «Откуда эти искры?» спросил я старуху. «Я слышал кое-что раньше о происхождении этих искр, но мне хотелось послушать, как расскажет о том же старое Изергиль. Эти искры от горящего сердца Данка. Было на свете сердце, которое однажды вспыхнуло огнем. И вот от него эти искры. Я расскажу тебе про это. Тоже старая сказка. Старое, все старое. Видишь ты, сколько в старине всего». «А теперь вот нет ничего такого, ни дел, ни людей, ни сказок таких, как в старину». «Почему? Ну-ка скажи». «Не скажешь». «Что ты знаешь? Что вы все знаете? Молодые? Эхе. Смотрели бы в старину зорко, там все отгадки найдутся. А вот вы не смотрите и не умеете жить от того. Я не вижу разве жизнь. Ох, все вижу, хоть и плохи мои глаза. И вижу я, что не живут люди, а все примеряются, примеряются и кладут на это всю жизнь. И когда обворуют сами себя, и страти время, то начнут плакаться на судьбу. Что же тут судьба? Каждый сам себе судьба. Всяких людей я нынче вижу, а вот сильных нет. Где ж они? И красавцев становится все меньше. Старуха задумалась о том, куда девались из жизни сильные красивые люди, и думая осматривала темную степь, как бы ища вне ответа. Я ждал ее рассказа и молчал, боясь, что если спрошу ее о чем-либо, она опять отвлечется в сторону. И вот она начала рассказ. Жили на земле в старину одни люди. Непроходимые леса окружали с трех сторон табора этих людей. А с четвертой была степь. Были это веселые, сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора. Явились откуда-то иные племена и прогнали прежних вглубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было небо и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад и от него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать жены и дети этого племени, а отцы задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса, и для этого были две дороги. Одна назад там были сильные и злые враги, другая вперед, там стояли великаны деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепкий ил болот. Эти каменные деревья стояли молча и неподвижно днем в сером сумраке, и еще плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам, когда загорались костры. И всегда, днем и ночью, вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы, оно точно собиралось раздавить их, а они привыкли к степному простору. А еще страшнее было, когда ветер бил по вершинам деревьев, и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную песню тем людям. Это были все-таки сильные люди, и могли бы они пойти биться насмерть с теми, что однажды победили их, но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы. И коли б умерли они, то пропали с ними из жизни и заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи под глухой шум леса в ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске. И всем казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота. Люди все сидели и думали, но ничто, ни работа, не женщины не изнуряют тело и души людей так, как изнуряют тоскливые думы, и ослабли люди от дум. Страх родился среди них, сковал им крепкие руки. Ужас родили женщины плачем над трупами умерших от смрада и над судьбой скованных страхом живых. И трусливые слова стали слышны в лесу. Сначала робкие и тихие, а потом все громче и громче. Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар волю свою. И никто уже испуганный смертью не боялся рабской жизни. Но тут явился Данка и всех спас один. Старуха очевидно часто рассказывала о горящем сердце Данка. Она говорила певуче и голос ее скрипучий и глухой ясно рисовал предо мной шум леса, среди которого умирали от ядовитого дыхания болота несчастные загнанные люди. Данка один из тех людей, молодой красавец, красивый всегда смелый. И вот он говорит им своим товарищам не своротить камни с пути домой. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдем в лес и пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец, все на свете имеет конец, идемте. ну, гей. Посмотрели на него и увидали, что он лучше из всех, потому что в очах его светилось много силы и живого огня. Веди ты нас, сказали они. Тогда он повел. Старуха помолчала и посмотрела в степь, где все густела тьма. Искорки горящего сердца Данка вспыхивали где-то далеко и казались голубыми воздушными цветами, расцветая только на миг. Повел их Данка. Дружно все пошли за ним, верили в него. Трудный путь это был, темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки между собой, как змеи протянулись повсюду корни, и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они, все гуще становился лес, все меньше было сил, и вот стали роптать на Данка, говоря, напрасно он, молодой и неопытный, повел их куда-то, а он шел впереди их, и был бодр и ясен. Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. Шли маленькие люди между больших деревьев, и в грозном шуме молний шли они. И качаясь, великаны деревья скрипели и гудели сердитые песни, а молнии, летая над вершинами леса, освещали его на минутку синим холодным огнем и исчезали так же быстро, как являлись, пугая людей. И деревья, освещенные холодным огнем молний, казались живыми, простирающими вокруг людей, уходивших из плена тьмы, корявые длинные руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей, а из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное, темное и холодное. Это был трудный путь, и люди, утомленные им, пали духом, но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и в гневе обрушились на Данка, человека, который шел впереди их, и стали они упрекать его в неумении управлять ими, вот как. Остановились они под торжествующий шум леса, среди дрожащей тьмы, усталые и злые стали судить Данка. «Ты», сказали они, «ничтожный и вредный человек для нас, ты повел нас и утомил, и за это ты погибнешь». «Вы сказали «Веди», и я повел», крикнул Данка, становясь против них грудью. «Во мне есть мужество вести, вот потому я повел вас, а вы, что вы сделали в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий, вы только шли, шли как стадо овец». Но эти слова разъярили их еще более. «Ты умрешь, ты умрешь», ревели они. А лес все гудел и гудел, вторе их криком, и молнии разрывали тьму в клочья. Данка смотрел на тех, ради которых он понес труд, и видел, что они как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства, и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей и думал, что может быть без него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнем желания спасти их, вывести на легкий путь. И тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня. А они, увидав это, подумали, что он рассверепел, отчего так ярко и разгорелись очи. И они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними. И стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данка. А он уже понял их думу, оттого еще ярче загорелось в нем сердце, ибо эта их дума родила в нем тоску. А лес все пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь. «Что сделаю я для людей?» сильнее грома крикнул Данка. И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой. Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям. А тьма разлетелась от света его, там, глубоко в лесу, дрожащее пало в гнилой зев болото. Люди же, изумленные, стали как камни. «Идем!» крикнул Данка и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям. Они бросились за ним очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами. Но его шум был заглушен, топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данка все был впереди, и сердце его все пылало, пылало. И вот вдруг лес раступился перед ним. Раступились и остался сзади, плотный и немой. А Данка и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза была там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в бриллиантах дождя и золотом сверкала река. Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била горячей струей из разорванной груди Данка. Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данка. Кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо, а потом упал и умер. Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данка его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это, и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой, и вот оно, рассыпавшись в искры, угасло. Вот откуда они голубые искры степи, что являются перед грозой. Теперь, когда старуха кончила свою красивую сказку, в степи стало страшно тихо. Точно и она была поражена силой смельчака Данка, который жев для людей свое сердце и умер, не прося у них ничего в награду себе. Старуха дремала, я смотрел на нее и думал, сколько еще сказок и воспоминаний осталось в ее памяти. И думал о великом горячем сердце Данка и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд. Дунул ветер и обнажил из-под лохмотьев сухую грудь старухи Зергиль, засыпавшей все крепче. Я прикрыл ее старое тело и сам лег на землю около нее. В степи было тихо и темно, по небу все ползли тучи, медленно, скучно, море шумело глухо и печально. верно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...